Всем привет! Меня как-то спрашивали, есть ли отличия между русскими девушками и украинскими. Честно, когда я только приехала в Россию, меня очень поразили те пары, либо мужчины, неважно. На Донбассе я такого не замечала. Как бы да, бывали такие пары, и они меня также поражали и удивляли. Не к тому, что толстые девушки не заслуживают любви, ласки, да, и внимания, они заслуживают этого, но, знаете, обычно подобный тянется к подобному, да. Я уже говорила о том, что любой очкарик найдет своего очкарика, но это в кавычках, как бы. Я просто знаю множество пар, которые оба в очках, мужчина и девушка. У кого-то какой-то недостаток физический, он практически одинаков. Ну, к примеру, да, если у парня нет ноги, то у девушки там нет пальца, либо еще там чего-нибудь нет. Ну, как бы это все условно. Условные обозначения, которые не ставят акцент на том, что если ты с каким-то недостатком, значит, ты найдешь любовь только с таким недостатком. Ну, отнюдь, нет, так не бывает. Вернее, бывает, но больше как-то я видела пар, которые совсем несовместимы по внешним признакам. Не то, чтобы даже, наверное, несовместимы, наверное, многие даже раскритикуют мое мнение, но это то, как я думаю, как я считаю. Я говорила о том, что меня поразили пары здесь, в России, которые, в общем, как мне даже рассказывали некоторые мои знакомые и друзья здесь, в России, что здесь, ну, по крайней мере, в Воронеже, я буду говорить за Воронеж, окей? Потому что здесь я прожила большую часть времени, чем в остальных других каких-то городах, хотя я во многих городах России была. Здесь, в Воронеже, распространено, что мальчики, ну, мальчики любят полных девушек. И меня это как-то поразило, да. Сейчас я просто так не думаю. Я считаю, что, значит, это хорошо, значит, здесь парни как-то не перебирают харчами, ну, не все, по крайней мере, да, значит, здесь парни как-то поумнее, значит, смотрят на душевные качества, да, умственные качества, а не на внешние качества. И, знаете, это меня, с одной стороны, радует, но, с другой стороны, непонятно тогда, зачем многие девушки стремятся быть эталонами Инстаграма, походить на каких-то блогеров. Ну, будем честными, здесь, допустим, в Воронеже я вижу на улицах, в транспорте, в каких-то заведениях, в общественных местах я вижу большую часть девушек, которые подвержены вот этому всеобщему мнению, да, интернета, так скажем, Ютюб, Инстаграм, соцсети, любые группы какие-то. Знаете, как это очень легко определить? Ты идешь по улице сейчас, и можно вот с точностью до, наверное, 100% определить, кто смотрит Ютюб и Инстаграм ведет, или следит за кем-либо в Инстаграме, либо тот, кто этого не делает. Это сейчас очень просто. Я не знаю, к какой категории я отношусь, но мой парень говорит, что я отношусь как раз-таки к той категории, о которой можно сразу сказать, что эти люди смотрят Ютюб, следят за кем-либо в Инстаграм. Это не 100% плохо. Нет. Но мы сейчас не об этом говорим. Это конкретно то, что меня поразило здесь. Даже не то, что поразило, а просто удивило, и это то, на что я обратила внимание в первую очередь. На Донбассе такое присутствует, но, может быть, не в таком количестве. Может быть, я просто тогда не обращала так внимания, хотя я очень часто на это все обращаю свое внимание, потому что, ну, я наблюдательный человек, поэтому, чтобы не заметить этого, мне кажется, ну, это невозможно в моем случае, по крайней мере. А чтобы сказать, что на Украине девушки некрасивее, чем в России, я этого не могу сказать. Я вот, честно, изначально, когда приехала, мне было интересно, я сравнивала. Даже были некоторые моменты, когда у меня формировались мысли. Я склонялась и к тому, что здесь больше девушек, которые следят за модой, которые больше ухаживают за собой. Но, опять же, это зависит от среды, да, от города, где ты живешь. Если бы я жила здесь, в России, в каком-нибудь маленьком, захудалом городке, да, то у меня бы мнение, может быть, было бы совсем другое. Но тогда у меня формировалось мнение, причем оно менялось у меня с истечением времени какого-то. Я все проживала здесь, да, как-то дальше наблюдала, да, за людьми, за тем, что происходит вокруг меня, что меня окружает, кто меня окружает. И, соответственно, сейчас взять все за и против, учесть и нюансы, в каком городе я жила на Донбассе, в каких, вернее, городах, да, в каких городах я была здесь, где я здесь жила долгое время. Люди одинаковые, вот абсолютно. Менталитет разный, я уже говорила, но вот именно люди по своей чистоплотности, по своим каким-то взглядам на моду, да, на какие-то вещи, по тому, как они выбирают и что они выбирают, как они выглядят, я могу сказать, что вот российские девушки ничем не отличаются от украинских. И знаете, вообще, когда говорят любые, да, люди своей страны о том, что, допустим, если я живу в России, я буду говорить, к примеру, русские девушки самые красивые, самые лучшие, самые умные. Да, это может быть и круто, но в любой стране есть дураки, есть умные, есть красивые, есть некрасивые, есть удачники, есть неудачники. Это везде так, просто каждый пытается свою страну, да, как-то превознести, какой-то, да, акцент поставить на то, что вот у нас это лучше, чем у других. Это неплохо, но я не такой человек, я люблю всё по справедливости и говорю так же, как я и люблю, допустим. Я люблю говорить именно всё справедливо, как, кто, что, чего заслуживает. Поэтому я выражаю своё мнение так. Где-то в каком-то городе больше грязнуль, да, где-то в каком-то городе больше девушек, которые не красятся, они именно с естественной красотой, они именно поставили, да, акцент на уход какой-то, да, они больше любят натюрель, допустим. Где-то в каких-то городах, особенно в больших, мне кажется, городах, допустим, в России, девушки подвержены именно вот интернет-вселенной, за которой они следят и к которой они стремятся. Поэтому в больших городах больше девушек, которые красятся, одеваются как-то вызывающе, вульгарно где-то, где-то эпатажно, где-то как-то... Знаете, люди, которые из маленьких городков, они могут, ну, не все, по крайней мере, могут не понять это. Кто как выражает себя, да, потому что есть люди, которые через одежду, через макияж выражают себя, свою индивидуальность. Но не все это понимают, не все это учитывают. Многие также недовольство свое высказывают и в транспорте, и на улице. Проходя мимо некоторых людей, я просто слышу какие-то возгласы недовольные, либо смешки какие-то. Ну, у меня тоже такое бывает, но я пытаюсь в себе это качество как-то подавлять, потому что это ненормально. Мы все люди, и кто-то любит курить, кто-то любит пить, кто-то любит, допустим, я не знаю, развлекаться, в клубах тусить, кто-то любит работать, допустим, на своей работе любимой, кто-то любит действительно свое дело, кто-то любит свое хобби, кто-то спортом занимается. Короче, можно бесконечно это все обсуждать, но мы каждый по-своему индивидуальность. И нельзя сказать, что вот в России действительно самые красивые девушки, в Америке плохие, я не знаю, там, и во Франции еще где-нибудь плохие девушки в плане красоты, некрасивые. Мне кажется, везде хватает и красивых девушек, и некрасивых, и умных, и неумных. И также можно этот список продолжать за и против долго и нудно, но все мы в какой-то степени равны, да, только где-то больше некрасивых, где-то меньше некрасивых, где-то меньше и больше умных. Все это так же индивидуально, как и у любого другого человека, который делает что-то, любит что-то. У любого другого человека в неравной степени хватает того или иного, или не хватает того или иного. Я надеюсь, я понятно изъясняюсь, потому что некоторые иногда не понимают моих каких-то мыслей. Мне иногда даже, когда я монтирую, кажется, что я как-то заумно выражаюсь, но потом оказывается, что мне пишут, блин, что я недоразвитая, говорить не умею, книжки мне надо больше читать, например, но если я буду еще больше книжек читать, то меня вообще тогда никто не поймет. Это мое мнение на вопрос, который мне задавали уже давным-давно. А вы высказываете свое мнение? Я знаю, многие друзья на моем канале очень любят путешествовать, кто-то куда-то ездит, кто-то вообще где-то живет, да, и может быть вы где-то были помимо своего города, помимо своей страны. И мне вот интересно узнать ваше мнение. Но по поводу красоты я хочу сказать, не нужно ставить акцент прямо вот, как я делала изначально, на чистоплотность, на то, как одевается человек, на то, как он ведет себя, а именно вот в целом вы посмотрите на окружающих людей, среди толпы, на улице, либо в помещении каком-то. Просто посмотрите на этих людей и вот визуально кого больше, красивых, симпатичных людей, либо некрасивых. Вот я делала последнее время так, и я поняла, что действительно так и есть. Больше каких-то красивых людей с косметикой, без косметики, но их больше. Знаете, это еще может быть из-за того, что произошла переоценка ценностей, да, жизненных. И раньше я как-то больше обращала внимание на аккуратность, на чистоту кожи, на еще там что-нибудь. Сейчас, если ты видишь человека с прыщами, это не значит, что человек не чистоплотен. Это значит, что у человека проблемы какие-то, проблемы в организме, проблемы с нервной системой, допустим, проблемы еще с чем-нибудь. Поэтому просто сказать о том, что вот этот человек не чистоплотен, так же, как и обо мне говорят этот человек, не читает книги, он тупой, вы меня знать не знаете. Я просто иногда не могу донести свои мысли, и когда ты импровизируешь, это очень тяжело. К некоторым видео, подобным, как это, я не всегда делаю план, не всегда пишу список, тезисы какие-то. Бывает просто хочется обычного живого общения с запинками, с заиканием, с какими-то курьезами, недопониманием, с какими-то жестяками, поэтому, ну, это нормально. Если вы хотите диктора на телевидении, то смотрите телевизор. А я жду ваших комментариев на этот счет, мне интересно ваше мнение. Может быть, я ничего конкретно не раскрыла в этом видео, но я и не собиралась этого даже делать, поэтому мы с вами просто общаемся. У меня лично вот такое мнение на этот вопрос, да, где девушки красивее на Украине, либо в России. Я на него ответила, я надеюсь, вы ответите на него тоже в комментариях. Мы с вами там подискутируем, поболтаем. А я с вами прощаюсь и желаю всем удачи, теплой погоды, хорошего отдыха, улыбок. И всем пока-пока-пока.